Они отобрали 26 человек, большинство детей и женщин, отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали вооруженные, вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, помните, в наступлении брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстрелили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили. Сейчас некоторые в больнице находятся. Женщина эта до сих пор беременная с детишками. Она что, эта женщина и детки ее угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Да нет, она бежала от войны, от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией. Они уничтожили Ирак, богатейшую страну во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей. Никакой демократии распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит, знаете, и люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали. Что же вы как нацисты сейчас их выталкиваете оттуда? Но на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах и даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД, по моему поручению, работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием. Они рвутся сюда с оружием. Зачем обидели беременную женщину? Один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. Это только начало. Я уже сегодня сказал, что дальше пойдут люди вооруженные туда, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Слушайте, если человек, этот человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он только будет защищать беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться? Мы это видим на примере западных государств, видим, как они на это реагируют. Вот их лицо. Мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими. Посмотрите историю. Даже не каждое столетие, каждое полвека они подкидывали проблемы. То одну войну, то другую. Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы, люди святые, они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали только за свое, когда к нам приходили с мечом. Мерзкое, фашистское, нацистское лицо.